Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Всем привет из Канады. Сегодня мы с вами снова отправляемся в H&M. Посмотрим, если есть что-то новое, интересное. На самом деле, как бы нового особо ничего не было. Но, тем не менее, я кое-что нашла. И в конце этого видео будут примерки. А сейчас небольшой обзор. Совсем маленький, короткий. А примерки уже будут после съемок в магазине. Появились такие вот пуховики. Я не знаю насчет их теплоты. Суть по цене это там все синтетика. 180 долларов он стоит. Но на вид симпатичный. Такой пуховичок, аккуратненький, хорошо сделанный. Много вот этих вот брюк трикотажных. Таких пижамного типа, домашнего типа. Вот сейчас это такой супер тренд. Вещи в основном цветов таких минималистичных. Вы видите такие серо-бежево-черно-коричневые. Ну, в общем-то, такие сейчас цвета в H&M. Самые популярные и модные сейчас сапоги. Этот фасон придумал кто-то из больших брендов. Я не помню, по-моему, Prada. Ну, не уверена. Ну, конечно, H&M их повторили. И Zara их повторила. Все их повторили. Везде они сейчас продаются, во всех магазинах. И много головных уборов. Это тоже сейчас такой тренд. И меховые сумки. Это тренд, который вернулся к нам. На моей памяти это уже, наверное, пятый раз, что в моду входят снова меховые сумки. По-моему, они уже никогда из моды и не выходят. Вот это симпатичная, кстати, на такой цепочке. Меховая сумочка. Такой пельмень на цепочке из меха. Ну, в общем, симпатичная. Из бижутерии. Вот единственные сережки, которые мне понравились. Более-менее такие необычные, интересные. Ну, большие. Кто любит крупные серьги. Красивые довольно. А, в принципе, так все остальное то же самое. Одни и те же вот эти вот серьги, которые у них уже много-много лет. Они их продают одни и те же фасоны. Ну вот, в общем, все по магазину, по обзору. А теперь перейдем к примеркам. Всем привет из Канады. Сегодня мы снимаем примерочный H&M. Ура! Здесь недавно был ремонт. Примерочные новые, красивые, но тоже маленькие. Но вы знаете, что смешно? Здесь вот на всю примерочную... Вот здесь, наверное, что-то имелось в виду. Вот так вот один крючок. И все. Посмотрите. Ни на двери, нигде. Больше нет ни одного крючка. То есть все вещи, которые я принесла, свои, я вот тут вот кое-как расположила. Вот это зеркало зацепила, на этот крючок нацепила. А вот то, что я сейчас сниму свое, я даже не знаю, куда положить. Вот такая есть табуреточка. Но зато здесь нет музыки. И вроде бы как не очень шумно вокруг. Так, я пришла сегодня примерить всякие жилеты, интересные свитера. Они все какие-то немножко бежевые у меня получились. Но будем примерять трикотаж. Я захватила какое-то платье с собой. Вот яркое платье. Еще жилетку. Поскольку жилеты сейчас очень в моде. Я сегодня одета. Видите, тоже к теме. Этот жилет я купила в прошлом году в Царе, по-моему. Надела его первый раз. Если честно, я до сих пор все равно не понимаю эту тему. Потому что у нас довольно прохладная. Вот на мне свитер, кстати, из H&M. Это не брошки. Это свитер вот так вот продавался. Вот с таким вот декором. Я вам хочу сказать, это очень классно. Вам не нужно никаких брошек, никаких ожерелья. У вас все уже вот built-in. Вместе прицеплено. Смотрите, какие они красивые. Я его стирала, выворачивала на левую сторону и стирала в стиральной машинке. У меня отвалился один стразик. Но, в принципе, так все довольно цело. И видите, все на месте. Все стразы, все на месте. Так вот я надела свитер-жилет. И мне в нем холодно. Вот я вышла в машину. Вышла из машины до машины, до дома, до отпаркинга. Мне холодно в руки. Но я не знаю. Что с этими жилетами за мода, конечно. Все это очень флешенные слои. И все такое, но такое. Хорошо. Значит, все остальное на мне просто ботинки, черные брюки, узкие скини джинсы и моя сумка рабочая. И давайте будем примерять то, что я принесла. Первый комплект на мне неожиданный. Для меня саму Total Black. Стало мне интересно примерить Total черный. Я оставила свои черные брюки. Я принесла вот такую вот черную атласную. Не знаю, с чего она сделана. Видите, такая длинная рубаха. Мне, кстати, она нравится. Она довольно интересная вещь. Вот такая вот она длины. Просто на пуговицах здесь воротник. И сверху я надела вот такой вот черный жилет вязанный. Тоже довольно длинный. В принципе, он такой довольно длинный. Он как платье. Единственное, что у него... Единственное, что у него разрезы довольно высоко сделаны. Но вот если пододеть что-то вниз, типа вот этой вот рубахи, то в принципе, как бы он совершенно нормально, совершенно хорошо выглядит. Я с ним померю еще несколько вещей. Я померю с ним вот это платье черно-белое. И я померю с ним вот это вот платье оранжевое. Мне очень интересно, как это будет выглядеть вместе. У меня еще есть несколько свитеров, которые я хочу примерить. Ну, там еще у меня осталось на ресепшн. То, что мне не разрешили взять. Тут может только 7 вещей. Короче, вот такой вот total black образ. Единственное, что ботинки у меня не в тему. Но черное с черным. Скучно, но многие любят. Вот такая интересная вещь. С прошлого года вошли в моду вот такие вот... Свитера, не свитера, я даже не знаю, жилеты. Не жилеты, потому что жилеты-то без рукавов. А здесь, в общем-то, рукава есть, больше ничего нет. Вот такие вот коротенькие свитера с рукавами. Они есть немножко совсем-таки, как вот, знаете, совсем горло. И вот здесь до сих пор отрезанный. Или вот такой вот длины. Его сложно, конечно, с чем-то сочетать. Но вот в таком вот виде, например, надеть его на что-то. На такую вот большую, длинную, большую рубашку. Кстати, это размер мидия. Можно было делать смол. Она очень большая, очень широкая. Если бы я взяла смол, наверное, было бы немножко лучше. Но мне кажется, вот с такой вот манишкой, это я не знаю, как это назвать. В принципе, с такой рубахой очень, очень неплохо это может выглядеть. Вот в таком варианте. Или ее можно еще носить. В принципе, вот я попробую ее надеть на это платье. Оранжевое, не знаю. Но давайте попробуем. Очень мне понравилось это платье. Я заметила его еще в зале. Мне понравилась его расцветка, его фасон. Это такое платье-халат. Я очень люблю такие платья. И очень такая, знаете, ненавязчивая, можно сказать, интеллигентная расцветка. Я тут с этим поясом немножко запуталась. Оно довольно длинное. Вы знаете, я даже не снимала свои черные брюки, джинсы. И я вам хочу сказать, что это такой способ носить зимой вот такие вот тонкие платья. В принципе, можно носить, если надеть вниз черные ботинки, чтобы оно как бы сливалось вместе все в одну, в один цвет. Я, кстати, видела, вот есть такая мода носить брюки с платьями. И для зимы это, в принципе, очень-очень удобная вещь. Его можно довольно сильно вот здесь вот если расстегнуть. Давайте я вам покажу. У него очень длинные рукава, мне все время приходится их подтягивать. Так вот, если его так вот расстегнуть, то, в принципе, наличие брюк внизу как-то джинс оправдывает себя. Потому что это получается как будто бы вы такой халатик надели, а не совсем платье. Ну, можно, конечно, и без брюк. Неважно. Я хотела вот вам показать это платье. И сейчас я примеряю со всякими жилетами, которые я тут принесла, вот со всякими вот такими вот интересными трикотажными свитерами. Даже затрудняюсь назвать это свитером. Смотрите, я надела их вместе. В принципе, это тоже интересно выглядит. Единственное, что я сняла пояс, потому что если надеть вот эту штуку сверху, то пояс совсем не в тему. Это должно быть что-то такое прямое, широкое. И, в принципе, вот с такой вот манишкой это выглядит интересно. Просто платье, это просто платье. Во-первых, это штука, она вас утепляет. Во-вторых, это в тренде, потому что слои у нас в тренде. Это не просто платье. У вас как будто платье со свитером. Но, с другой стороны, это не совсем длинный свитер. Это вот такая вот стилеобразующая деталь, которая мне, в принципе, очень нравится. Я купила, кстати, в прошлом году в Заре на распродаже парочку такого типа вещей. Но, единственное, что они немножко у меня покороче. Вот они как-то вот здесь вот отрезаны. Это прям-таки рукава, а вот это вот такой коробкий свитер. Мне очень нравится. Такая интересная вещь, необычная. По крайней мере, это что-то новое. Потому что все уже так надоело. Одно и то же, одно и то же. Это хотя бы какое-то новое что-то интересное. С чем можно поиграться. И, в принципе, вот такие украшения сюда. И, в общем-то, довольно, по-моему, неплохо. Довольно-таки необычный. По-моему, очень неплохо выглядит этот жилет с этим платьем. Поскольку платье черное, жилет черный. Но платье такой черный с белым, с графическим узором. И, в принципе, жилет, видите, он такой узкий. С двумя разрезами. И вот это вот платье, которое виднеется в разрезы. Мне кажется, это очень интересно. Очень классический, строго, без всяких ярких цветов, ярких красок. Но, опять же, красивое украшение можно. Или без. Это уже как бы как вам больше нравится. Но мне кажется, что это очень симпатично выглядит. Вместе вот с этим платьем этот жилет. Именно за счет того, что жилет имеет разрезы. И он такой узкий спереди. И в разрезы видны, видны как бы кусок бок этого платья. Видны в рукавах. Виден воротник. Мне кажется, очень симпатичный. Здесь так жарко, например, что это какой-то ужас. Здесь нет музыки, и чему я очень рада. Но здесь такая жара. И я во всех этих жилетах, свитерах. В общем, фу. Еще что я подумала. Здесь вот эта штука мне очень мешает. Она портит всю картину. Что пояс от платья можно взять таким корсажем вокруг этого жилета. Вот так вот я два раза закрутила. Потому что пояс очень длинный. И как бы совсем объединить весь этот комплект, всю эту композицию, вот в такой вот ансамбль. Пояс, в принципе, довольно длинный. В принципе, сюда можно любой пояс другой. Но если вы наденете пояс от этого платья сверху на этот жилет, то это будет выглядеть очень гармонично, мне кажется. Еще я принесла вот такой жилет. Обыкновенный совершенно. Как будто бы руками связан. Как будто бы бабушке связан жилет. Моя мама вязала точно вот таким же узором себе жилеты, кофты. Я помню даже вот это вот в моем детстве. Но сейчас это очень модно. Они продаются в H&M. Опять же, с этим платьем. Или просто с этой вот черной рубашкой, которую я принесла. И с черными брюками. Я, кстати, может сейчас померю. Если сверху надеть вот такой белый жилет, то это, в принципе, преображает любую вещь. Сейчас я попробую померить вот с черной рубашкой, с черными брюками. И вот этот вот просто жилет сверху. То есть, по-моему, очень неплохо. Ну вот, скажем так, очень лаконично, очень минималистично. Черно-белый такой вариант. Жилет и длинная рубаха, и узкие черные брюки. Рубаха, это, в принципе, может служить как платье. Если ее подвязать поясом, она вполне-вполне может служить платьем. Потому что у нее довольно хорошая длина. Если надеть черные непрозрачные колготки, то, в принципе, оно совершенно выполняет функцию платья. Немножко такой, он получился такой квадратный силуэт. Может быть, можно было бы пояс надеть, но я не знаю. Мне кажется, с поясом будет плохо. Но такой, знаете, прямой. Опять же, повторюсь, минималистичный. Единственное, что вот эти вот штуки мне очень мешают. Они как-то портят. Очень сильно портят всю картину. И цвет здесь примерно такой какой-то темно-темно-темно-зловещий. Ну, в общем, вот так вот тоже вполне можно ходить. Ну, давайте отойдем немножко от черно-белой такой графической темы. Внесла вот такой вот кафтан, рубашку, платье. Я даже не знаю, что это такое. Очень красивого оранжевого цвета. Очень странные формы. Вернее, форма больше как рубашка, чем платье. Но оно довольно длинное. Но оно прозрачное. Вот так вот я сейчас даже, в принципе, надела. Я вижу, вот здесь вот мои джинсы кончаются. Вот здесь мое белье черное. В общем, все видно. Значит, его надо бы носить с чем-то вниз. Или что-то сверху надевать. Потому что оно вот так вот светится. Но такая интересная какая-то, знаете, Хэллоуин у меня еще в голове остался. Поэтому я вот такой вот. Знаете, этот фильм оранжевый новый черный про заключенных. Как вот в Америке заключенные носят оранжевую униформу. Что-то такое. Как будто бы оранжевая вот эта вот форма для заключенных в тюрьмах. Ого, странная какая-то вещь. Так, я сейчас, наверное, сниму размеры, цены на все вещи. Состав. Не очень буду мудохаться. Девочки, вы, наверное, понимаете, что это ячанин. Ничего такого супер натурального здесь быть не может. Ну, давайте хотя бы посмотрим цены и размеры. Ну, что вам сказать. По цветам это красиво. Черный жилет и такая оранжевая рубаха. А по форме... Ну, вы знаете, что этот... Может быть, этот жилет... Ну, я не могу сказать, что размер мидиум. Я не могу сказать, что он мне мал. Мне кажется, что он и должен быть вот такой вот прямой. С большими разрезами, чтобы в разрезах было видно то, что под ним надето. Ну, вот знаете, что я хочу его еще помнить? Я не мерила его просто с моими черными джинсами, чтобы посмотреть, как это выглядит. Сейчас я, наверное, это сделаю. Но я хочу сказать вам, что в этом есть что-то интересное. Мои ботинки совсем сегодня ни в тему ни к чему не подходят. Надо было бы эти черные, было бы лучше. Но так получилось. Видите, он тоже вот такой вот... Здесь вот разрез и сверху... Ну, в общем, это что-то интересное, необычное. Немножко сумасшедшее. Как раз пропустили мы Хэллоуин. Это был прям костюм к Хэллоуину. Он идеальный. Черный с красно-оранжевым таким. Немножко сумасшедшее такое, какая-то... Немножко сумасшедшее сочетание. Ну, может быть, что-то в этом есть. Но странная, конечно, странная вещь. Вот эта вот нижняя рубаха какая-то... Не знаю. Не поняла я, если честно. Мне понравился цвет, но как бы я не очень понимаю, как ее... И с чем ее носить. Так, давайте начнем с конца. Но это еще не все. У меня еще есть пара вещей, которые я не примерила. Подождите, никуда не уходите. Значит, этот у нас размер медиум 25 долларов. Она стоит от оранжевой рубах. Написано, что 20% переработанный хлопок, значит, все остальное синтетика. Но 20% хлопка в ней есть. Опять же, размер медиум, размеры ВНМ меня радуют, потому что я прям чуть ли не скоро смогу начну примерять. Так, черный жилет у нас тоже размер медиум. 30 долларов он стоит. И сделан он тоже 20% переработанный хлопок, значит, все остальное синтетика. Ну, окей, тоже, в общем-то, неплохо, потому что... Ну, да, он ощущается такой, как хлопок. Нормально, неплохо. Так, вот такой странный коротенький светорок. Тоже стоит 30 долларов. Размер тоже медиум у нас был. И 52% переработанный полиэстер, значит, все остальное не переработанный полиэстер. Но он очень мягкий, приятный на ощупь. Я думаю, что он, конечно, очень быстро скатается. Но за 30 долларов, я думаю, что это все равно не та вещь, которая вам на долгие годы нужна. Потому что это вот какой-то тренд. Сейчас мода, мода пройдет. И, в общем, как бы, будет все. Вам больше он не понадобится. Так, давайте посмотрим на этот маленький жилетик. Что он и про чем, и что. Тоже он стоит 30 долларов. Тоже размер медиум. И тоже 50% переработанный полиэстер. В общем, все понятно. Все остальное понятно. Примерила этот жилет без ничего. Просто с брюками. И что я хочу вам сказать. По-моему, это лучше всего. Вот когда на вас этот жилет. Внизу просто какие-то брюки. И, ну, сверху, конечно, желательно в рукава надеть какую-то футболку или что-то. Ну, вот что-то короткое. То, что я примеряла с разными вещами, которые, в общем-то, выглядывали вот в эти вот вырезы. И мне кажется, что вот это вот не очень хорошо. А что действительно хорошо, это что-то надеть вниз, какую-то короткую футболку или какой-то короткий свитер. Может, я сейчас попробую со своим бежевым. И сверху надеть вот этот вот жилет, чтобы вот только вот в разрезы выглядывали только брюки. Никаких тут больше не было, никакой другой одежды. Вот, по-моему, на самом деле самый лучший вариант, если вы надеваете какой-то вот свитер, типа моего, который не выглядывает вот здесь вот в разрезы, а просто вот он рукава бежевая, черные, черные, черные жилеты, черные брюки, вот мои ботинки. Вот на самом деле сейчас самый лучший вариант был для этого жилета, на мой взгляд. Ну и вот неплохо, по-моему, было вот с этим платьем еще. А все остальное так как-то квачено было. Я привезла обычный совершенно свитер, как сейчас модно вот эти свитер пола, вот с таким вот воротником и замочком. Очень длинные у него рукава, просто такой базово-бежевый цвет. Очень мне нравится он, ну не просто его очень, но нравится, симпатичный свитер, потому что он, вот видите, с черными брюками, с узкими, с любой абсолютно одеждой. И он вот просто обычный свитер, который можно надеть, не думая ни о чем, пойти с ним куда угодно в нем. И вот этот замок можно поднять повыше, будет теплее, ни одной рукой неудобно. Вот, такой неплохой свитер, знаете, вот просто понравился он мне именно своей простотой и базовостью. И решил я его просто померить, посмотреть, как он выглядит. Если бы он был немножко длиннее, мне бы он еще больше нравился. Может быть, не надо было больше размера взять, но он достаточно широкий, по-моему, это медиум тоже. Может быть, ларш был бы чуть подлиннее, но был бы, наверное, очень широкий. Он такой широкая пройма, очень длинные рукава, которые, в принципе, можно закатать, но неплохой свитер. Еще одна вещь, это очень интересное такое пончо. Это тоже, вы знаете, такие из новых фасонов, которых раньше не было. Ну, может быть, с прошлого года они появились. Такая, в общем-то, пончо без рукавов. Видите, оно здесь не зашито. Просто два куска ткани. Сзади и спереди. Здесь у меня общий такой воротник с замком. В принципе, если очень хочется, то это можно сшить вместе, и тогда это получится жилет. Но по задумке дизайнеров оно выглядит вот таким вот образом. Ну что, это интересная, конечно, вещь, но я не знаю насчет ее практичности. Скорее всего, что ее нужно носить просто как какую-то верхнюю одежду, потому что я не представляю, что ее пальто, в принципе, засунуть невозможно. Тем более в пуховик. Вы помните, я примеряла пуховики в Юникло? Там такая узкая пройма была. Вот представьте, у меня вот сейчас жилет, может быть, в жилет. И то, наверное, с трудом. Жилет без рукавов. Вот я вот это вот, наверное, тоже все не всуну. То есть это совершенно такой кончо верхнее. То есть его можно надеть на какой-то свитер. И когда не очень холодно, носить его как верхнюю одежду, как такую верхнюю накидку. Но не для холодной зимы, конечно, а для осени. Вот что-то такое. Но вещь интересная, необычная. Еще одна аналогичная, странная вещь. Вот эти самые манишки, которые заполонили все с прошлого года. Они из разных вариантов. Есть вот такие вот совсем просто. С горлом есть вот такого вот типа. Здесь вот так вот расстегивается. Но тот же, такого же типа манишка. А из нее жилет вряд ли получится. Мы, может, если взять побольше размер, то можно сделать из нее жилет. Вопрос, зачем? Не знаю. Я, честно говоря, не знаю, с чем это носить. И для чего это нужно, девочки. Вот я померила. Ну, хорошо, на мне сейчас свитер. Что можно под нее надеть? Как ее носить? Как шарф под пальто? Чтобы было горло? Не знаю. Просто, чтобы утеплить спину и пузико. Или что? Я не знаю. Если честно, я как-то в сомнении и в конфузе по поводу вот этих вот тех манишек. Может, я просто не знаю, как ее носить. С чем ее носить? Может, с какой-то тоже блузой или с чем-то вот она выглядела бы лучше. Но я что-то сомневаюсь, если честно. Мне как-то кажется, что это какой-то вот не в красноарме, как говорится. Не знаю. Модно это, конечно, это такой стилеобразующий элемент. У нее такое узкое горло. Душит меня ужасно. В общем, не знаю. Что-то я не поняла. Вот эту штуку я не поняла. Если вот это вот более такой, знаете, кончо верхняя одежда. Вот это совсем никуда. Ну, если только как шарфик использовать. Так, давайте от противного. Значит, она идет one size. То есть, один размер. У нее нет размеров. Стоит она 35 долларов. Немало. Тоже полиэстер, значит, 64%. Значит, все остальное не переработанный полиэстер. Честно говоря, я не знаю, за что она так дорого стоит. 35 долларов. Ни рукавов, ни... Это даже не жилеты, даже ничего. То есть, как бы там сэтора были за 30. А это 34. Странно. Так, теперь вот этот... Вот это вот кончу. Я с какой-то слепоты взяла его экстрасмол. Ну, как вы видите, оно очень большое. В принципе, даже на мне оно сидело так, что можно было бы зашить вот здесь вот эти швы. И получился бы жилет. То есть, вполне хватило места. Стоит оно тоже немало. 50 долларов. Вот это вот меня удивляет. И состав в нем тоже, в принципе, видите, 54% переработанный полиэстер. Значит, все остальное тоже полиэстер. Но 50 долларов оно стоит, видимо, потому что это такой вот модный стилеобразующий элемент. За это они берут, наверное, деньги. Так, что я вам еще не сняла, девочки? По-моему, я не сняла вам вот это платье. Тоже оно из полиэстера все. Тоже стоит 50 долларов. Размер medium. Свитер. А, это я вам снимала уже. Давайте посмотрим, что еще у нас осталось. Остался у нас вот этот свитер. Который тоже стоит 50 долларов. И размер тоже medium я примеряла. И он тоже из полиэстера сделан. Так странно, что у них, в общем-то, полиэстеровые вещи довольно дорого стоят сейчас. Дороже, чем другие полиэстеровые вещи. И давайте посмотрим вот эту вот черную блузу. Она, в принципе, мне понравилась. Единственное, что она была мне великовато. Опять же, повторюсь, это размер medium. Я вообще поражена, что мне нужен размер small, величины. Потому что мне всегда наоборот, надо было какой-то extra-extra large. Но, тем не менее, значит, стоит она 30 долларов. И сделана она из 52% какой-то вискозы. Что такое странное написано. Ну, ладно. В общем, вискоза, все остальное синтетика, конечно. Но она действительно, у нее такое качество, вот как вискозное. Немножко такое неплохое, такое, знаете, приятное, мягкое. Ну, вот и цвет такой базовый. Если кому-то нужный, кто-то любит черное, то, в принципе, она совсем неплохая. И стоит недорого, 32 долларов. На сегодня все. Такой у нас получился трикотажно-свитерный жилетный блок. Базовый гардероб, можно сказать, очень минималистичная базовая вещь. Все такое черно-бежевое, черно-белое. Вот такое у меня сегодня так получилось. Не знаю. Просто что-то здесь как-то с цветами, вычином совсем не очень. Как-то все очень такое, знаете, мрачно-минималистично бежево-черное. Ну, ладно. Зима и настроение у меня такое, наверное, зимнее. Вот. Все. Встретимся в следующем видео. Надеюсь, что вам понравилось. Всем пока. Из примершенной H&M. С вами была ваша дита из Канады. Люблю, целую. Пока, пока, бай.